Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Крыму нужны приюты для бездомных. Многие из них живут в больницах. Два пациента из Крыма в тяжелом состоянии доставлены на материк в лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-Байрам второй год подряд в этот день в Крыму выходной. Хотел бы поздравить всех мусульман и в частности всех крымчан с этим большим праздником. Пожелать им всего самого наилучшего. Без документов, без денег, без поддержки государства и людей. В Крыму по официальным данным свыше полутора тысяч бездонных, по неофициальным пять тысяч. Когда попадают в больницу, остаются там на долгие годы. Их не выписывают на улицу медики по своей доброй воле. После перехода полуострова в состав Российской Федерации приютов для бомжей подчинения осталось. Есть только один в Керчи. И то рассчитан на 30 человек. Кто поможет тем, мимо кого, как правило, брезгливо проходят. Палата номер семь, ожоговое отделение, шестая больница Симферополя. Вот уже более четырех лет здесь не лечится, а просто живет Сергей Дядюшев. Бездомным его сделал собственный сын. Продал общий дом и забрал себе все деньги. Четыре года Сергей жил на улице, отморозил ноги. Пришлось их ампутировать. В больнице, где сделали операцию, так и остался. У меня никуда идти. У меня вообще ничего не осталось. Родственники, два сына есть, но я их уже около десяти лет не видел. Я даже не знаю, где они сейчас проживают. Вот приходится здесь жить. Из развлечений у Сергея Дядюшева только книги и телевизор. Его купил друг. У меня друг есть, он приходит. Раза два в месяц вывозит меня на улицу. Этот же человек, который не оставил старого друга в беде, помог получить ему российский паспорт. Но Сергей все равно из больницы уйти не может. Нет организации, готова его принять без всего необходимого пакета документов. Нет средств к существованию. Пенсионер не получает пенсию. А это хирургическое отделение. Тут сейчас обед. Петр Незовец в шестой больнице недавно. До попадания в нее год жил на улице. Из дома выгнали жена и родные дети. Когда выставляли отца семейства, забрали у него все документы. Из-за того, что их нет, не может получать пенсию и оформить инвалидность. Я никому не нужен. Считаю так. Служил 30 лет в Советской Армии. А сейчас никому не нужен. Просто хочу дожить. Уже дожить. Сколько мне осталось? Я с 49-го рождения. Вот так живет человек, который дослужился до звания старшего прапорщика. У Петра есть дочка, сын и две внучки. Мужчина мечтает их увидеть, несмотря на нанесенную ему обиду. А пока помогают ему заново стать на ноги врачи. Я этих людей уважаю. Они за меня страдают. Когда Петр выздоровеет, скорее всего, останется в больнице. Идти ему некуда. Как бы хорошо врачи не относились к своим бездомным пациентам, здоровым людям в больнице не место. Петр Незавец и Сергей Дядюшев далеко не единственные, кого под обороте душевной не выписывают. Сейчас лето, очень много больных, люди лежат в коридорах, нет места, а вот такие больные занимают койку. Есть люди такие и 30-летние, и 40-летние, то есть особенно их много весной, зимой, когда отморожение, ампутируют ноги, ампутируют стопы. И потом некуда деть их, они лежат просто в больнице. В ожоговом отделении 6-й, где 4 года живет Сергей Дядюшев, держать здоровых еще сложнее. Он, кстати, человек достаточно порядочный, он себя ведет очень порядочно, я ничего не могу сказать по поводу его. Но он занимает действительно дорогостоящую, специализированную койку. У нас лечатся и дети, и взрослые, и бывают периоды, когда просто некуда положить больных, потому что это единственное отделение или центр на сегодняшний день, так называется сегодня, ожоговый центр, единственное в Крыму. В отличие от полуострова, на материковой части России бездомным активно помогают, рассказывает председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов республики Дмитрий Кучмий. В России есть центры, на материке есть центры, есть приюты для них, где их лечат, где их содержат, где их паспортизируют, где их прописывают. Новый паспорт не дешевый, а для бездомного, у которого нет ни копейки денег и вовсе непостижимая роскошь. 3,5 тысячи рублей стоит подтверждение гражданства. 300 – сам документ. Плюс еще нужно через суд подтвердить личность и сделать фото. Все это не только дорого, но и долго. А число бомжей продолжает расти. Только зарегистрированных в Крыму – полторы тысячи. Это, наверное, проблема, кроме как государственное, еще и общество наше, которое, я думаю, должно создать какие-то группы людей, которые будут оказывать помощь, которые будут приходить ухаживать за ними. Больше года назад в Крыму работало три учреждения для бездомных – в Керчи, Ялте и Симферополе. После перехода полуострова в состав России приют остался только в Керчи, так как лишь у него есть помещение, соответствующее всем требованиям, предъявляемым Федеральной миграционной службой. В Симферополе был такой дом, он был построен, он работал, и если такая проблема случалась у человека, он знал, как ему поступить. Когда определенные общественные деятели, тоже нельзя сказать, что они неправильно себя ведут, ведут себя все, как считают нужным, подняли вопрос о детях-сиротах, то, соответственно, перепрофилировали этот дом для общежития, для детей-сирот. Он не канул в лету, он не исчез. По словам министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, все три дома для бездомных прошли перерегистрацию и находятся в ведомстве министерства. К сожалению, в городе Симферополе и в городе Ялта наши учреждения не имеют помещений, и до настоящего времени, пока мы не получили такие учреждения, мы ведем поиск, потому что вы понимаете, что в городе Симферополе и в Ялте – это особенные учреждения, которые должны находиться не вне пределов жилых зданий, где проживают люди, это должны быть подведены все коммуникации, это должны быть созданы условия для пребывания бездомных, это должен быть приемник, куда будут привозить этих бездомных, и это здание должно соответствовать требованиям ФМС. По словам Елены Романовской, министерство рассматривает несколько вариантов помещений. Главное, чтобы их одобрило ФМС. Сроки, когда приюты начнут свою работу, министр пообещала озвучить только после выделения зданий. А сейчас бездомные со всего Крыма проходят регистрацию в Керчи. Татьяна Хэнкота, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ. В Крымском федеральном университете урожай удался. Такой вывод уже можно сделать, его сбор подходит к концу. А зимы – ячмень, пшеница и бобовые. Студенты также участвуют в полевых работах. Посеяли, теперь пожинают плоды. Сбор урожая – их летняя практика. 600 гектаров земли в селе Солнечное, 400 гектаров в Прибрежненском аграрном колледже, 83 гектаров в агропромышленном колледже в селе Маленькое. В Советском районе 3000 гектаров, порядка 700 гектаров земли в Джанкойском районе. С этих земель КФУ собирает урожай. В этом году подходит к концу сбор озимого ячменя и пшеницы. Поля Прибрежненского аграрного колледжа, работы здесь начались с 1 июля. 260 гектаров земли ее уже успели обработать, ячмень собрали. Его урожай получился приличный. 161 тонна собрана с этих земель. Теперь в работе пшеница, но процесс немного усложнился в связи с погодными условиями. Несмотря на это, студенты справляются. Это их летняя практика. Под руководством мастеров они познают алзы сплошной обработки почвы, учатся комплектовать и работать на агрегате для посева и сбора зерновых и зернобобовых культур. Вырастить урожай мало, то есть они участвовали в посеве зерновых культур, но естественно, что не может остаться такой трудоемкий процесс, как уборка, без внимания и без практических навыков со стороны студентов. Поэтому студенты задействованы, они отрабатывают здесь все необходимые приемы, они ознакомливаются и с уборочной техникой, и с тем, что проводится первичная доочистка на таку. Тем не менее, обильные осадки принесли не только вред. Благодаря повышенному уровню влажности удалось собрать двугодичный запас коромовой базы для скота. А это так называемое опытное поле Академии биоресурсов и природопользования КФУ. Здесь также сбор урожая подходит к концу. Дары природы этой территории также порадовали. А зимый ячмень – 38 сантиметров с гектара, пшеница – 32 с половиной, зернобобовая смесь – 40 сантиметров с гектара. Теперь завершаем уборку на опытном поле, где проходят опыты студентов и аспирантов нашей Академии. Здесь находятся опытные участки и фоновые участки. В данном случае все опытные участки были убраны, а вы сейчас на заднем плане видите фоновый участок, это зерновобовая смесь, которая пойдет к предшественникам для пшеницы или ячменя, то есть зерновой культуры. Комбайный Дон 1500 и Нива СК-5 – техника хоть и старая, но надежная. Своё дело делает. Политика правительства Российской Федерации направлена на модернизацию сельского хозяйства и одна из приоритетных задач сегодня – возрождение аграрного сектора Крымского региона. Правильный подход к этому вопросу и разработка ряда научно-практических программ позволит КФУ в скором времени перейти на самоокупаемость. Виля Попович, Служба новостей и ТВ. Два пациента из Крыма в тяжелом состоянии доставлены на материк в лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. С ними на борту из аэропорта Симферополь сегодня вылетел спецборд МЧС России Ан-148. Больные нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. На борту их сопровождал медперсонал государственного аэромобильного отряда Центра спас МЧС России, сотрудников Всероссийского центра медицины катастрофы защиты, а также психолог. Напомним, самолет Ан-148 оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного вдыхания, кардиомониторами и прочим современным оборудованием, позволяющим оказать необходимую помощь пострадавшим во время полета. Сегодня миллионы мусульман по всему миру отмечают один из самых главных праздников у Роза – Байрам в честь окончания поста в месяц Рамадан. По указу главы республики Сергея Аксенова уже второй год подряд у крымчан в этот день выходной. Тысячи верующих собрались сегодня утром в крымских мечетях, чтобы помолиться. В воскресенье всех жителей полуострова ждут масштабные народные гуляния. Долгие 29 дней мусульмане держали пост, отказывали себе в воде и еде, за стол садились только после захода солнца. А с его восходом пить и есть им снова было запрещено. Это и влияет на сплоченность мусульман, то есть на их единение. Между ними образуется, конечно же, понимание друг к другу, образуется милосердие. Еще более мусульмане становятся сплоченнее и ближе к Всевышнему Аллаху. Праздник Ураза-Байрам означает завершение поста, на котором мусульмане очистились духовно. Традиционно начинается с праздничного намаза. Молитвы в мечети Кибирджами в Симферополе начались в 6 утра. Желающих послушать имама и помолиться вместе с ним столько, что часть верующих делает это на улице. Все не помещаются. Женщин в мечети нет. Пока мужчины совершают намаз, они готовятся принимать гостей. Их будет много, поскольку мусульмане поддерживают отношения даже с самыми дальними родственниками. Ураза единственный праздник, когда не принято поздравлять по телефону. Близких нужно постараться обязательно навестить. На это крымское правительство сегодня дало дополнительный выходной день. Я сейчас должен отправиться на могилу своих... Ну, мать и отец у меня похоронены в Узбекистане. Я на могилу к дяде поеду, к старшему дяде. А потом я уже в том возрасте, когда меня будут посещать. Дома я буду ждать, принимать молодых, которые будут посещать меня. Хотел бы поздравить всех мусульман и, в частности, всех крымчан с этим большим праздником. Пожелать им всего самого наилучшего добра, мира, чтобы все жили в мире, в согласии. В воскресенье по случаю праздника в Симферопольском парке имени Гагарина впервые состоятся масштабные народные гуляния. Концерт, ярмарка работ крымских мастеров, спортивные состязания, мастер-классы, конкурс поваров на лучшее приготовление плова – все это организаторы при поддержке главы республики Сергея Аксенова подготовили абсолютно для всех крымчан, вне зависимости от вероисповедания. Празднование начнется в 15.00. Татьяна Хынкота, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. В Крыму открылся первый домашний музей о семье. Композитор Вячеслав Бобров пожертвовал на это одну комнату своей квартиры. Создание приурочил в годовщине Великой Победы своему 70-летию. В домашнем музее, посвященном семье и творчеству, побывала Александра Пермякова. В этой обычной, на первый взгляд, квартире совершенно необычная обстановка и даже атмосфера. Переступая порог, перед глазами появляются афиши, дипломы, грамоты, музыкальные принадлежности. Хозяин дома даже выглядит официально. В руках указка, в глазах огонек. Ведь он рассказывает о своем детище. Музей-квартира единственный в Крыму, да и во всей России тоже. Подобный есть только в Москве. Я рад вас приветствовать в первом в Крыму семейном музее, который одновременно является и музеем-квартирой. Этот музей участвовал в начале этого года в конкурсе. Конкурс был у нас, он вообще-то все российский, но на региональном уровне проводился в Крыму, этап определенный. И вот на этом этапе мне был вручен диплом победителя в номинации «Домашний музей о семье». При входе в музей всех встречают ноты, свидетельства того, что люди, которые проживают здесь, творческие. Создать именно такой музей Вячеслав Бобров решил в преддверии двух знаковых дат – 70-летие Великой Победы и в канун своего юбилея с таким же числом. Начинается семейная выставка с памятной экспозиции, посвященной родителям. Первый раздел экспозиции посвящен памяти моих родителей. Оба они участники войны, отец – участник боевых действий. Он воевал на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики. Получил очень тяжелое ранение под тукунсом, это в Прибалтике. И потом проходил реабилитацию в госпитале, где и познакомился с моей мамой будущей. Вторая часть экспозиции рассказывает о творчестве композитора. На стендах за стеклом самые дорогие сердцу издания, публикации и, конечно, аудиоальбомы с целыми концертами. Одна витрина посвящена Крыму, вторая – северу, где молодой Вячеслав проходил службу. Именно там он написал свою первую композицию, имея уже, конечно, на тот момент большой багаж за плечами, музучилище и институт. Первая песня всегда запоминается. Это было как раз в годы моей службы в ансамбле военном. Командир нашего ансамбля пришел, дал мне текст песен и сказал, вот те три дня, чтобы была готова песня с оркестром, с вокальной группой, чтобы я пришел и послушал ее в понедельник. Вот я пятница, суббота и воскресенье сидел, выполнял приказ. Привлекательными в музее также являются подарки и сувениры, которыми дорожит хозяин выставки. Например, каждую витрину украшает нотка. А вот здесь коллекция музыкальных инструментов фирмы «Сваровский». Она постоянно пополняется. Подарочный экземпляр – фортепиано, музыкальная люстра и, конечно, скрипка «Страдивари». Это обычный сосуд керамический для напитков. Он в виде скрипки. Вот так открывается и сюда заливается вода или еще покрепче. И вот пока он у меня стоит как экспонат. Галстук музыкальный. Да, это дочка привезла из зарубежной поездки. Подарки от поклонников искусства украшают семейный музей и подтверждают. Творчество композитора востребовано. Он написал более ста произведений. Среди них известные песни про легендарный Симферополь, про город-герой Севастополь. Многие посвящены возвращению Крыма в Россию. Они стали хитами, заслужили грамоты, награды, дипломы. Юные дарования презентуют новые шедевры на различных фестивалях и праздниках. Каждый малый слой и след от потемки на екатерины. А в ответ обослался завет быть воркозном великой России. Александра Пермякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Такова информационная картина этого дня. Всего вам доброго. А сейчас не пропустите новости о спорте. Их подготовил Тарас Брезицкий. Киевский дворец спорта Предыдущий выход Джонни в ринг произошел в июне этого года. Он одержал победу над Матеушем Мастернаком. А это кадры того поединка. Отметим, Александр Усик уже дважды встречался с земляками Джонни Мюллера. И Дэниела Брюера, и Дэни Вентера крымчанин одолел, выиграв нокаутом. Александр Усик – чемпион мира среди любителей и олимпийский чемпион. На профессиональном уровне он провел семь поединков. Все бои крымчанин выиграл нокаутом. Осенью 2013 года Усик также в Киеве выиграл у мексиканца Филиппа Ромеро. В третьем раунде последним соперником Симферопольца стал россиянин Андрей Князев. Весной этого года он потерпел поражение техническим нокаутом. Сборная Крыма по боксу отправляется на седьмую летнюю спартакиаду, которая пройдет с 19 по 21 июля в подмосковном Раменском. Республика будет представлена в девяти весовых категориях. В Борисоглебский дворец спорта поедут боксеры из Симферополя и Сакского района. Среди участников предстоящей спартакиады неоднократные призеры и победители международных турниров Садык Дерман, Ахтем Закиров, Даниэль Лапин и другие. Последние обладают званием мастер спорта России. Возраст боксеров от 17 до 18 лет. Крымскую сборную в Симферополе к турниру в Подмосковье готовил тренерский штаб, возглавляемый молодым специалистом Веленом Сиит-Османовым. Помогал тренеру Бахтияр Аджимуратов. Ему в Раменском предстоит работать еще и рефери. Боксеры готовились в режиме двухразовых тренировок. В случае удачного исхода тренеры рассчитывают на завоевание спортсменами сразу нескольких наград. Конечно, было бы хорошо, если бы они все девять стали призерами. Я не буду говорить, что там кто-то слабее, кто-то сильнее. Мне там нужно две медали или три. Желательно, ну понятно, что есть там Лапин, там Закиров, Викторов, Дерман, на которые мы делаем определенную ставку. Ну, у каждого есть шанс. Это первенство России. Там как карта ляжет. Кикбоксер из Симферополя Максим Колпак станет участником международного турнира W5 Grand Prix Moscow 2015. Соревнование соберет сильнейших спортсменов из России, Бразилии, Бельгии, Австрии, Белоруссии, Нидерландов, Словакии, Турции и Украины. Поединки стартуют в конце лета в Лужниках. Максим Колпак будет боксировать в весовой категории 71 килограмм. Его соперником станет кикбоксер из Турции Фикри Арикан по прозвищу «Турецкий герой». Симферопольский спортсмен – один из лидеров крымского кикбоксинга. Он неоднократный чемпион Украины, призер чемпионата Европы. Колпак уже успел заявить о себе и в ряде российских турниров. Последним соревнованием, в котором поучаствовал Максим, стал чемпионат СССР. Это аббревиатура «Союз сильных и смелых романтиков». В соревновании Симферополец выступил вместе с чемпионом Европы и России Владимиром Олейником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова